Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Альбика Ильясова и мои коллеги-корреспонденты программы в этом выпуске. От Антарктиды до МКС географический диктант прошел на всех континентах земного шара. Теплый северный прием. В Республике Коми состоялись вторые молодежные арктические дельфийские игры. Россия, поехали! Международная выставка-форум продолжает удивлять гостей и жителей столицы. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне во всех уголках земного шара, включая Антарктиду и даже Международную космическую станцию, прошел девятый географический диктант. Он длился 45 минут, как обычный школьный урок, а ответить предлагалось на 40 вопросов. На центральной площадке мероприятия в МГУ имени Ломоносова диктант написала и наша съемочная группа. В этом году организатором географического диктанта традиционно выступило Русское географическое общество. На центральной площадке долгожданного события в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова собрались желающие проверить свои знания по географии, в том числе и звездные участники. Игроки популярной телепрограммы «Что, где, когда» и «Своя игра». Вопросы диктанта озвучивали хорошо знакомые всем голоса. Актеры театра и кино Дмитрия Харатьяна, народного артиста России Олега Газманова и телеведущие лауреата премии ТЭФИ Анастасии Чернобровиной. «Сегодня, конечно, для всех нас такое испытание и, наверное, экзамен. Хотя отметок здесь не ставят, как я понимаю, это не как в школе, борьба за пятерку, но тем не менее, конечно, это очень здорово, это познавательно, это интересно, особенно сейчас в наше время, глубже узнать историю, традиции, географию нашей страны». Географический диктант прошел в очно-дистанционном формате, в том числе и за рубежом. Его написали в 95 странах на 207 площадках, среди которых Центр русского географического общества во Франции, Генеральное консульство России на архипелаге Шпицберген и постоянное представительство России при Организации объединенных наций. Всего для очного написания диктанта было доступно более 10 тысяч площадок. «Многие этого не понимают, но географию нужно знать вообще для того, чтобы развивать свою страну. География – это мотор экономики. Поэтому второй блок – это вопросы от компаний. Если ты не отличаешь Краснодар от Красноярска, ну какой ты будешь менеджер, какой ты будешь инженер, какой ты будешь логист, в любой сфере это нужно». Помимо традиционных вопросов по географии и смежным наукам в географический диктант были включены вопросы, посвященные теме «Человек и география», поскольку 2023 год был объявлен годом педагога и наставника. Также в диктант вошли вопросы, подготовленные участниками конкурса «Напиши свой вопрос» для географического диктанта и российскими компаниями «Почта России», «Новотек», «Росатом», «РЖД», «Газпром» и другими. Участниками диктанта стали и победители прошлых лет, в их числе Татьяна Федорова, набравшая 100 баллов в прошлом году. «Я хотела бы подчеркнуть, что географический диктант формирует очень эрудированную, интеллектуальную, культурную личность, потому что требует сознания не только в области географии, в области культуры, искусства, литературы, поэтому это то, что способствует в целом развитию людей и людей, которые способны знать свою страну, а, соответственно, любить ее». «Зацепки нашел почти во всех вопросах. Я сомневаюсь разве что в выборе между Среднесибирской железной дорогой и трансполярной магистралью. Какой выбор сделал, не скажу. Там есть зацепки для обоих ответов, а состояние вроде бы разобрался». «Географический диктант» — это масштабная международная просветительская акция, которая нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на людей всех возрастов. Евгения Факурдинова специально для программы «Время русского мира». На полгода территория ВДНХ стала проекцией целой страны. Здесь представлены все субъекты России, крупнейшие корпорации, федеральные структуры и общественные организации. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Чтобы ознакомиться со всеми, потребуется не один день. В лучших традициях выставки достижений народного хозяйства посетители каждый день узнают о передовых технологических разработках, прорывных открытиях и главных победах России в промышленности, культуре и спорте. Именно здесь гости и жители столицы могут увидеть будущее страны сквозь призму ее настоящего и прошлого. Всего в проведении выставки задействовано 67 объектов площадью 265 тысяч квадратных метров. Округ Ненецкий находится в большей части за полярным кругом. Территория небольшая. Относительно всей России население 47 тысяч человек и 7,5 из них являются коренными ненцами. В основном люди занимаются лениводством и рыболовством. Чум – это национальное жилище ненцев в современном виде. Также на нашем стенде видна карта Ненецкого автономного округа, который омывается четырьмя морями и одним океаном. В дни регионов посетители выставки «Россия» могут получить полное представление об успехах каждого из 89 субъектов нашей страны в различных сферах. В эти дни гости знакомятся с региональными традициями, обычаями, видят, чем живут регионы, а также пробуют знаменитые блюда и напитки, которыми славится тот или иной край. Это наш самый знаменитый земляк – Михаил Васильевич Ломоносов, который пешком из нашей Архангельской области пришел прямиком в Москву за обозом и стал величайшим из российских ученых. Чем еще интересен наш регион? Мы называем его колыбелью атомного подводного флота. Пойдемте, покажу вам. Здесь вы можете увидеть проект 941. Это самая крупная в мире подводная лодка, атомная подводная лодка. Их осталось не так много, их было в 80-х годах всего 6 сделано, и где-то они таятся сейчас в подводных глубинах. Что еще интересно? В России всего два космодрома. Это космодром Восточный, находящийся там, за Иркутском, и второй космодром находится как раз в Архангельской области в городе Плесец. Деловая программа выставки форума состоит из нескольких блоков, в рамках которых лидеры этой осле экономики и главы регионов представляют самые значимые достижения последних лет и рассказывают о накопленном опыте. Культурно-развлекательная программа международной выставки не менее интересна. Это ледовые шоу, спектакли, кинопоказы, концерты и выступления популярных артистов. Для посетителей подготовлена и широкая образовательная программа, которая включает лекции, семинары, квесты и интерактивные игры. Республика Бурятия и учреждения культуры участвуют в международной выставке форума России с 4 ноября и по 12 апреля. Национальная библиотека представляет свою ресурсную базу. Мы рекламируем и рассказываем о нашей базе данных Бурятика. Это электронная библиотека, которая доступна для любого пользователя в любой точке мира. Кроме того, мы рассказываем о том, что такое республика, что у нас интересного и проводим викторины. Посетив эту грандиозную выставку, можно узнать о прорывных открытиях ученых, об образовании, обеспечивающем передовое развитие страны в будущем, о новых туристических маршрутах по знаковым местам, помогающих по-настоящему раскрыть самобытный исторический путь России. Анастасия Галдабина, Равит Гор, специально для программы «Время русского мира». В Сыктывкаре завершили свою работу вторые открытые молодежные арктические дельфийские игры. Спустя год республика Коми вновь приняла масштабные творческие состязания и познакомилась с национальным колоритом всех гостей региона. Подробнее в материале Татьяна Орловой. В столице республики Коми завершились мероприятия, объединившие одаренных детей и подростков северных и других регионов России, а также зарубежных стран. Соревновательная программа игр включала в себя состязания по 10 дисциплинам народного, современного и художественного творчества от музыкального исполнения до кулинарного мастерства. Арктические игры получили статус открытых, что позволяет принять в них участие не только регионам арктической зоны, но и представителям любых территорий. У нас 52 дельфийских милиция. Вся организационная структура, вся содержательная методологическая структура готова к проведению крупнейших любых мероприятий в любой стране. Сейчас мы только что недавно провели 6 по 10 октября в Киргизстане провели 17 игры СНГ. Но самое приятное, что дельфийские игры это российская идея. Путешествие в республику Коми запомнится участникам игр не только состязаниями, но и знакомством с творческим, культурным и историческим наследием арктической зоны. Делегации приняли участие в насыщенной культурной программе, посетили знаковые выставочные проекты в Национальном музее республики Коми, а также побывали во многих ведущих учреждениях культуры республики. Уровень дельфийских игр это всегда в уровень очень высокий, запредельно высокий. И участники это ну такой знаете уже шаг к миру. В играх приняли участие 608 человек. В 10 номинациях, в которых соревнуются юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет, будет разыграно 28 комплектов наград. На сцене развернулось представление, в котором зрители смогли увидеть четыре стихии – огня, воды, воздуха и земли, а также человека-творца, покоряющего вселенную при помощи искусства. Концертная часть сопровождалась голосом Арктики. Творческие номера исполнили профессиональные артисты, в числе которых лауреаты дельфийских игр прошлых лет. Огонь состязаний снова зажегся ярким и провизированным пламенем на гостеприимной северной земле. Здравствуйте, я Арктика. И сегодня я встречаю своих гостей. Я Арктика. Меня считают далекой и неприступной. Но это не так. Я рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. И каждый может ко мне прикоснуться. Например, вы. И вы. И вы. Все вы. Я Арктика. И я рядом. В ходе вторых молодежных арктических дельфийских игр также продолжилась подготовка к празднованию одного из самых значимых праздников страны – 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Этой теме был посвящен состоявшийся в рамках традиционной международной конференции специальный проект «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья». Его мероприятие прошли в Финно-Угорском культурном центре и познакомили гостей с историей сформированных в годы войны «Оленно-транспортных батальонов», внесших весомый вклад в общее дело Великой Победы. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». На площадке русского дома в Улан-Баторе собрались учителя русского языка со всей Монголии, студенты выпускных курсов и будущие преподаватели для прохождения интенсивного курса повышения квалификации. О работе русской филологической школы под названием «Межкультурный диалог Россия-Монголия» наш следующий сюжет. В Улан-Баторе завершился цикл образовательных мероприятий «Русская филологическая школа. Межкультурный диалог Россия-Монголия». В них приняли участие 112 молодых преподавателей русского языка, а также студенты выпускных курсов. Будущие преподаватели русского языка как иностранного, из Монгольского государственного университета и Монгольского государственного университета образования. «Я очень рад, что у нас появилась такая возможность посетить такое мероприятие по повышению квалификации наших монгольских преподавателей. Так как мы работаем и преподаем русский язык в неязыковой среде, нам нужно постоянно повышать нашу квалификацию и учиться у русских преподавателей, получать новые знания и применить их в своей работе». В рамках проекта, организуемого Россотрудничеством и Институтом гуманитарного образования и тестирования, молодые педагоги прошли трехдневный интенсивный курс повышения квалификации, включающий интерактивные лекции, мастер-классы и практические занятия. «Из Москвы преподаватели приехали, чтобы только для нас, для монгольских молодых учителей русского языка, показать, вести занятия русского языка, лекции, мастер-классы, тренинги. Это какие лекции? Теоретические, методические. И самое главное, очень интересные, современные и очень нужные для нас». Эксперты провели виртуальную экскурсию по Российской государственной библиотеке и познакомили участников с игровыми технологиями и авторской методикой обучения произношению и русской лексике с использованием популярных русских песен. Всем участникам были вручены удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении курса. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя, всего доброго и до свидания.